Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня, 5 декабря. Сегодня в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией омские силовики подвели итоги года. За 10 месяцев в суды направлено более 100 уголовных дел, половина из них за взятки, другая половина за совершение хищений с использованием служебного положения. О самых резонансных, в том числе и нераскрытых, наш материал. В громком деле омского судима Скаленко ищут новые данные. Об этом сегодня представитель Следственного комитета сообщил журналистам на брифинге, посвященном противодействию коррупции. Уголовное дело в отношении судима Скаленко возбудили этим летом. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, 8 миллионов рублей он получил от бывшего руководителя Омстрой-2001 Виктора Берга. Того обвиняли в хищении денежных средств дольщиков на сумму более 100 миллионов рублей, не выплате заработной платы работникам предприятия и ряде других преступлений. Как отметили в Следственном комитете, расследования этого дела осложняются гибелью Берга. Между родственниками убитого предпринимателя прошли очные ставки, но новых данных они не дали. Мы пытаемся установить все события взаимоотношений покойного Берга, являющегося у нас полном делу взяткодателем. Естественно, в связи с тем, что его на сегодня нет в живых, весьма-весьма это усложняет расследование, поскольку основываемся мы в части на показаниях его сына, его супруги, с которыми он в определенной степени делился своими, насколько возможно было, взаимоотношениями с Москаленко. Следователи обнаружили новые эпизоды в деле омских чиновниц. Речь о начальнике финансово-информационного управления Департамента имущественных отношений Светлане Парадеевой, главном специалисте управления договорных отношений Надежде Журовой, а также бывших сотрудников ведомства Елене Гусевой и Фаризане Бережной. Их обвиняли в незаконном продлении предпринимателю договора аренды земельного участка. Этот факт заметил директор департамента и сообщил информацию в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Чиновниц задержали при получении последней части взятки. В следственном комитете отметили, что в отношении обвиняемых заведено еще три уголовных дела. Схема та же. Сумма взяток от 150 до 300 тысяч рублей. Подробности этих эпизодов пока не озвучивают в интересах следствия. Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом. В дальнейшем работа продолжается совместная, тесная с Управлением экономической безопасности. Еще раз говорю, что я думаю, что будут выявлены еще новые эпизоды и возбуждены дела. Каждая из них свою роль признала. Не все, конечно, дали на наш взгляд пока на сегодня правдивые показания о других участниках. Но как минимум свои действия они подтвердили и свою роль, и сколько денежных средств они по результатам этого получили. Силовики напоминают, уголовная ответственность предусмотрена и для взятка дателей. Максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Так в этом году в Омске родственница обвиняемого в изнасиловании пыталась дать взятку следователю. Ему была предложена взятка в размере нескольких тысяч рублей. Следователь в соответствии с действующими установленными нормами в Следственном комитете сообщил о данном факте своему руководству. При передаче взятки была задержана данная жительница, которая пыталась передать взятку следователю. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки и направлено в настоящее время дело рассматривается. Максимальный размер взятки в Омске за минувший год 28 миллионов рублей. Эта сумма фигурирует в уголовном деле в отношении к начальнику Центра финансового обеспечения ОМВД России по Омской области Ирины Старовиковой. По версии следствия, она за 8% от суммы контракта лоббировала интересы знакомых предпринимателей. После подозрений в получении взятки Старовикова лишилась должности. Расследование уголовного дела продолжается. В Омске будут судить 31-летнего каната Адырбаева. Мужчина обвиняется в убийстве двух человек и в покушении на убийство третьего. Следствие установило, что в июле этого года в Крутинке Адырбаев ранил ножом своего знакомого, причинив тяжкий вред здоровью. Спустя несколько дней в Омске фигурант зарезал двух своих собутыльников и нанес легкие телесные повреждения женщине. Вину в совершенных преступлениях задержанный признал частично. Уголовное дело рассмотрит областной суд. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. В селе Калинино, что по Домскам, местные жители в подъезде дома обнаружили труп женщины. Как установили следователи, к убийству причастен гражданский супруг погибшей. Накануне семейная пара была в гостях, где напились так, что потерпевшая уже не могла самостоятельно идти, а подозреваемый начал ее ревновать. 47-летний мужчина вместе со своей спутницей проводили время у знакомых. Поздно вечером сельчанин засобирался домой. Супруга была не против, но самостоятельно спуститься с третьего этажа уже не могла. Женщина улеглась в подъезде и не отвечала на упреки мужа. Тогда подозреваемый взял ее за волосы и волоком потащил вниз. На первом этаже, чтобы привести жену в чувство, мужчина отвесил ей несколько пощечин. Пощечины не отрезвили женщину. Тогда супруг стал наносить ей удары по голове и телу. Потерпевшая так и не пришла в чувство. Муж оставил ее лежать в подъезде, а сам пошел домой. Со слов жителей села Калинина, а также администрации сельского поселения и участкового полномочия полиции, «Супруги на протяжении длительного времени нигде не работали. Если где-то и работали, то зарабатывали случайными заработками в виде так называемых колымов. В быту сильно злоупотребляли спиртными напитками». В ходе проверки показаний на месть, тогда еще в статусе подозреваемого, он пояснил, что причиной того, что он совершил, явилась ревность. То, что он свою жену кому-то приревновал, что она не спускалась к нему на лестничной площадке. Ну и все это усугубилось состоянием сильного алкогольного обвинения. Протрезвев, мужчина осознал, что натворил. До суда его заключили под стражу. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, обвиняемому грозит до 15 лет колония. Ранник уголовной ответственности, он не привлекался. В Кировском округе на улице Профинтерна неизвестный ограбил парикмахерскую. Хозяйка заведения рассказала полицейским, что на минуту вышла на улицу, а когда вернулась на столе, не оказалась ноутбука стоимостью 17 тысяч рублей. Оперативники изучили запись камеры наблюдения и увидели знакомое лицо. Создало мышленника полицейским, оказалось знакомым. Это неоднократно судимый 39-летний, имя уже не раз попадавший в поле зрения охранительских органов. На имечном переменном сотрудники уголовного розыска задержали подразумяя в одном из медицинских учреждений Калачинского района, где он проходил лечение. На допросе задержанный признался в совершении преступления и рассказал, что похищенное имущество он сдал в бар. Выручав за него полторы тысячи рублей, обвиняющийся за город на выбор, желая скрыться сотрудников полиции, в настоящее время принимается в мере по розыску ноутбука. По факту хищения имущества, разрушенное уголовное дело по признакам части 1 статьи 158 УК РФ, кражет. За судей на уголовном законодательстве предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На улице 27-я Северная неизвестный под угрозой расправы забрал у третьеклассника телефон. Десятилетний школьник запомнил только, что грабитель был одет в черную куртку, прошитую ромбами. На следующий день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый Амич. Телефон он поменял знакомому на другой аппарат. За грабеж с угрозой применения насилия рецидивисту грозит до 7 лет колонии. Оперативники не исключают, что молодой человек может быть причастен к другим подобным преступлениям. Если вы пострадали от действий этого гражданина, позвоните по телефону 20-04-04 или 02. Наш телезритель Григорий прислал в редакцию видео, снятое накануне вечером в Чкаловском поселке. Здесь, на улице Ермолаева, водитель избивал свой автомобиль. Сначала мужчина колотил по дверям и капоту ногами, потом владелец достал из багажника металлический баллон и начал швырять тяжелую емкость в свою машину. Очевидцы вызвали полицию. Со слов нашего зрителя, водитель был трезв. Что стало причиной его гнева, так и осталось неизвестным. Ну а я напоминаю, что мы продолжаем конкурс любительского видео. Если вы сняли интересный ролик и мы покажем его раньше, чем он появится в соцсетях, у вас есть все шансы стать победителем месяца и получить денежный приз. Так завтра мы наградим автора лучшего ролика ноября. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенны 7», а также в группе «Жесть» в ВКонтакте. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова